всем привет ребята продолжаем играть fallout new вегас в общем то продолжаем квест как он называется только в неведении да нам нужно будет переговорить со старшим рыцарем лоренцо о проблемах с воздушной фильтрации я напомню что я нахожусь в общем-то в бункере братства стали так ну и в общем то двигаюсь по маркеру да хочу сказать что я без записи распродал все лишнее скинул все лишнее в общем то на данный момент мы играется идем налегке идем переговорим с этим самым старшим рыцарем лоренцо вроде бы я с ним уже был знаком когда ему отдавал эдика жизни в бункере не просто привыкнуть да 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 а вот он да я вначале подумал что это вот этот вот чел приятно видеть тебя снова чем могу помочь старейшина поручил мне искать компоненты для починки системы фильтрации воздуха значит теперь твоя смерть тоже будет у меня на совести отлично поздравляю может быть ты меня не расслышал нет я все четко услышал тебя посылают на смерть как и всех остальных думаешь ты первый человек кому старейшина это поручил он посылал за этими компонентами три наших патруля и все погибли это я указал старейшине места где могут найтись нужные запчасти так что их гибель на моей совести а теперь твоя очередь ну тебя я хоть предупредил и не буду себя винить когда ты погибнешь ужасной смертью но я вижу что тебе не терпится для нормальной работы системы мне нужны регулятор перепада давления импульсный очиститель и несколько фильтров хэпа 20 как мне кажется скорее всего необходимое найдется в старых убежищах поблизости обычно эти убежища строились по той же схеме что и старые военные бункеры и даже субподрядчики там были одни и те же я отмечу места на твоей карте удача тебе она понадобится так вот как раз удача мне не понадобится так ну что ж можно в общем-то выбираться отсюда сразу же хочу сказать сюда что квест очень непростой и соответственно не быстрый проходить его ну на мой взгляд конечно же а ты не ко мне бежишь да ты куда-то бежишь проходите его лучше в общем-то в несколько заходов по крайней мере так буду делать я в общем-то да мы этот квест в общем-то оставим но потом а пока что давайте займемся ну чем-нибудь попроще что ли все равно эти квесты по большей части нужно будет сделать вот можно атомная танго сделать а можно вот в общем-то юные сердца да давайте мы займемся вот этим вот квестом нам нужно всего лишь посетить наших влюбленных птенчиков старших в в общем-то в локации авиабаза нелис вроде бы так называется эта локация так а что у нас там до уровня ну да меньше 2000 опыта хотя с другой стороны знаете можно же толсторогов пострелять так а знаете это кстати идея нам же как бы это самое давайте взглянем для начала на карту нам же как бы по пути да вот прям через обжорку можно будет и двинуться блин здорового да да я очень рад прямо здесь появляетесь блин тут стреляя не промахнешься и чё вы же ты молит это конечно если вы категории не перепутал так ну вроде бы все да давайте подберем снегу этот еще дергается так эта кучка золы пустая да так прекрасно можно продолжить быть путешествием кстати а сколько у нас денег давайте мы взглянем да можно же будет тогда сходить в медицинскую клинику нью-вегас а это тоже кстати по пути и может быть поставить какие-то импланты так оружие вообще предлагаю спрятать так и где этот риттер да и опять ты нужна медицинская помощь так я хочу купить имплантат так давай протестируем тебя способно ли твое тело выдержать еще один имплантат отлично тебе хватит здоровья еще на один имплантат какую хирургическую операцию ты планируешь так выносливее умнее или удачливее регенерация точно не понадобится ну блин если бы я выбирал я конечно же выбрал бы интеллект или выносливость давайте все таки же да вот станем немножко на один пунктик умнее за 4000 крышек я установлю тебе логический сопроцессор вот крышки и приступай располагайся в автодоке операция займет несколько часов так это получается по четыре крышки до по 4000 4 крышки да ну соответствующая цена опять ты нужна медицинская помощь так если в общем то она сможет что мы еще один имплантат в общем то поставим так давай протестируем тебя способна ли твое тело выдержать еще один имплантат отлично отлично хватит здоровья еще на один имплантат какую хирургическую операцию ты планируешь увеличь пожалуйста мою выносливость но цептивный регулятор модифицирует твою сердечно-сосудистую систему и ты не так быстро устаешь цена 4000 крышек как на почти все другие имплантаты вот крышки при приступайте располагайся в автодоке операция займет несколько часов эй опять ты нужна медицинская помощь так ребята ну я просто вот чтобы проверить чтобы знать на будущее давайте попробуем еще один имплантат так давай протестируем тебя способна ли твое тело выдержать еще один имплантат отлично тебе хватит здоровья еще на один имплантат какую хирургическую операцию ты планируешь да вообще-то никакую потому что у меня денег нету но вот у нас осталось вот последняя удача да ладно тебя интересует что-то еще нет все до свидания всего доброго так спасибо за два имплантата так только вот пока мы делали имплантаты мы наверное проголодались 53 сейчас мы что-нибудь зажуем 70 много вот два кексика можно покушать так ну и нужно будет попить водички так вообще-то давайте уже проверим радиацию давайте антирадин скушаем один так ну и отправимся дальше в общем-то в ангары авиабазы нелис вроде бы эти влюбленные пташки птенчики должны были встретиться уже наконец-то пока мы в общем-то до бороздили бескрайние просторы пустыни махавы привет очень приятно наконец с тобой познакомиться привет я тоже рада с тобой познакомиться я рад что тебе удалось сюда добраться вблизи ты еще великолепнее чем на расстоянии и вблизи ты даже симпатичнее ты не против если я тут покручусь какое-то время чтобы мы могли познакомиться получше конечно да я попрошу поселить тебя с кем-нибудь из женщин так ну отлично они поговорили давайте разивали и джеком джанет в нелисе я еще никогда не был так счастлив может быть все таки же придумаешь чем я могу тебе помочь я уже сказал мне всегда не хватает металлолома я понял извини я просто забыл ладно так ну как бы все до свидания бывай все эти ребятки встретились и в общем то зафиксировали их не встречу так этот квест мы выполнили да отлично вот давайте нет давайте мы все-таки атомная танго выполним квестик так в общем то через северные ворота стрипа хотя нет я неправильно сделал зря я сюда пошел нужно было через фрисайд через по моему восточные ворота или как-то так они называются да ладно придется придется пилить обратно блин да вы чё ребятки у меня мультиплазменная винтовка так этот лёг достаточно так один раз я смогу на нафиг ты пригибаешься три снаряда пролетели мимо так что у тебя так кувалда допустим так а у тебя броня это же кувалда хорошо тоже допустим так прекрасно давайте мы продолжим наше путешествие так насколько я помню нам нужно что нам нужно нам нужно забрать диск для секс бота которого мы еще не завербовали в общем то да когда я проходил этот квест я совершил просто малюсенькую ошибку я просто забыл я забыл что нам нужно для начала в общем то этот голодиск для профессии так сказать секс робота и только потом его уже можно в общем то бум можно уже будет отправлять к гаретам так ну допустим да это мы тоже поднимем винтовка в общем то проявляет себя крайне эффективно прям вот крайне эффективно она легкая и убойная единственный короче минус это да то что вот на расстоянии плохо она стреляет в смысле это мы это не мы это не я что за чушь несет этот парень мистер хаос у нас есть такие вещи о необходимости которых ты даже не подозреваешь это какие ну что желаешь так голодиск уже готов да держи тебе нужен будет терминал чтобы загрузить данные в робота а ты предлагаешь еще какие-то услуги я предлагаю услуги только с разрешения короля произведи на него впечатления тогда и поговорим у такого находчивого парня как ты наверняка есть что-то на стороне ну ладно да у меня есть небольшой побочный бизнес но то что я тебе скажу не должно быть из-за предела этой комнаты ясно ясно конечно много лет я оттачил свое мастерство для достижения идеала никто не может отличить мою подделку от оригинала я имею в виду паспорта если у тебя есть крышки я могу нарисовать тебе паспорт стрипа который обдури даже самый опытный глаз теперь я понимаю почему ты предпочитаешь делать свои дела тихо если тебе интересно и у тебя есть крышки то цена 500 дешевле мне нет смысла рисковать что скажешь ты в деле у меня вообще-то это хватает крык хватает крышек для проверки платежеспособности вопрос если все-таки понадобится заходи так ну все до свидания спасибо за риск заходишь на так отлично теперь можно отправляться за роботом куда ты побежал и зачем ты побежал туда так в общем то продолжаем истреблять криминальные личности фрисайда ладно все возьму все пригодится да у меня у меня как бы все пойдет в общем то в дело так это по моему по моему всюду и до вы нужно будет пойти блин не знаю что плохо знаете то что да да и мы мы только что оттуда в общем да единственное что плохо это то что далеко обходить а так в целом то квест в общем то сам по себе несложные да и плюс ко всему в прошлый раз мы там были по моему все зачистили кстати там по моему я вот металлолом не поднимал его можно будет собрать и отдать джеку правда джек по моему не не будет платить за него вместо этого будет улучшаться отношения с бомбистами вроде бы так если я не ошибаюсь но опять же я повторюсь что я многого не помню то есть я давненько играл и честно говоря многие вещи подзабыл вполне возможно что джек все-таки платит за металлолом так что зря я его в общем то сдавал за копейки по моему в законопослушные ах вы ж крысы и робота убили вы заработали способность контроль над животными ранг-два до хитрис наряда мимо пролетает это ж капец просто какой-то такая же вроде бы зачищал всех или вы как бы это самое опять раскладились появились так а да да яд я был здесь я зачищал вот же лужицы оставшийся от врагов почему тогда вот в этом протектроне были были какие-то вещи это лут разве я не взял его давайте вы подберем блин собрать что ли металлолома пасть и обрадовать джека ладно возьмем им манометр блин по 10 килограмм таскать честно говоря так себе идея ну сенсорный модуль это понятно так как же так получилось что я тут так как же так получилось что я тут многие вещи не взял так хорошо нам по идее нужно будет до загрузить программу загрузить программу до загрузить программу ральфа для секс бота программы принято полно интегрированный технотронный офицер безопасности докладывает это непроизносимо давай-ка сократим это до фиста да сэр и стоп прибыл на службу займите свое место что нет ты неправильно меня понял не проходит у меня вся эта блин рабокопная фигня что вы блин любите и творите я запрограммирован доставлять удовольствие займите свое место доставка ты мне удовольствие отправляется на работу в атомный ковбой и 100 направляется в атомный ковбой ожидать дальнейших распоряжений отправляйся к ты в атомные ковбоя и твой новый хозяин джеймс гарротт так точно сэр так прекрасно ну и теперь давайте вот сообщим гарротом что в общем то да мы мы все сделали опять же да вот через северные ворота стрипа пройдемся так это получается в общем то до конца вот этой вот центральной улице и потом налево нужно будет повернуть так а сколько у меня в общем то сколько у меня блин мало 14 килограмм можно будет еще с собой до таскать блин лучше ребятки вдвоем уже стреляя давай кучу тормозить плазма-пистолеты и гранат да все они мертвы так давайте пошупаем их так ну вот опасную бритву возьму одежду ему оставлю потребности в серебряной лихорадки до одежду тоже оставлю ну потому что в общем то не стоит почти ничего так где-то у меня тут было вот форма генерала армии сша плюс 10 к речи на всякий случай и заходим атомные ковбои так а старый бен где босс или нужно подождать блин да ты издеваешься позови своего брата блин или кто он тебе друг сваткун добро пожаловать к нам чего желаешь так нашелся для тебя секс бот правда офигеть я много лет искал такую штуку я имею ввиду для клиентов я вообще не по этим делам понимаешь ли фиста сверх прочный робот построенный накрепка верно все верно за такую штуку не грех и доплатить она ведь тебя потом от души порадует в смысле порадует этих жутких фетишистов нет с ними явно что то не то если они предпочитают трахаться с машинами я случайно поперхнулся когда хотел сказать слово педик фиста запрограммирован выполнять твои команды да серьезно о боже какие возможности к нему не прилагалось инструкции нет а не важно справимся методом проб и ошибок так отлично тебе был нужен обояшка для эскорта нашелся такой и кто же старый бен тебе полностью подходит я слышал об этом старикашки меня поражает сколько он вынес и он все еще жив если все истории о нем правда он будет ценным приобретением для ковбоя отличная находка так это самое почему ты мне двойную или тройную цену не предлагаешь у меня вообще-то нашелся для тебя эскорт причем и гуль и ковбой в одном флаконе ничего себе как его зовут и когда он может начать работать ее зовут биатрикс и она готова приступить к работе прямо сейчас ее говоришь ну что ж думаю с таким-то заказом покупатель вряд ли может получить все что хочет хотя кто его знает может он и не заметит разницы так ну и также вот последователи ищут себе поставщиков серьезно вот это новость думаю мы можем поставлять им то что им нужно а они взамен обеспечат нужным нас у них есть технические ноу-хау для того чтобы перегонные аппараты работали эффективнее чем чище алкоголь тем быстрее напиваются клиенты а чем быстрее напиваются клиенты тем больше они тратят за игорным столом и с девками а излишки спирта пойдут врачам для дезинфекции последователи это просто подарок они неплохо латали наших парней я могу все это устроить хорошо мы можем обеспечить их нужным количеством медикс а вот для детоксина можем предоставить только основные лекарственные компоненты снимать людей с наркоты не наше дело так что мы в этом не особо разбираемся но последователи вероятно смогут намешать нужное из того что у нас есть от них требуется только согласие доработать наши дистилляторы и обслуживать их плюс оплата сырья для спирта так а давайте взглянем что у них есть на продажу конечно взгляни так ну зато деньги есть я набрал вот эти вот блин тяжелые штуки уже забыл как они называются так ну вот это вот это понятно да это мы все это мы все продаем вот кувалда эти ту а манометры блин до 40 килограмм а стоит блин немного ну это к сожалению вот монтировки это фигня одежда врача ну медицина плюс пять ну может пригодится конечно но это вряд ли так ну да ядерная батарея весит много а ну все да я в общем то все продал спасибо да и тебе спасибо до свидания а а а блин ты чё мать очень здорово стоять тут нельзя ко мне так подкрадываться блин елки так вроде бы с этим квестом мы тоже разобрались а а вот давайте вот в самое время да насколько я помню это про в общем то неблагополучные элементы квестик так я все еще да в этой как бы одежде генерал у меня еще плюс 10 к к харизме так секундочку где так ну больше семидесяти красноречия бартер тоже более больше семидесяти уже можно как бы разговаривать договариваться давайте переговорим с биллом ронте тебе диксон не попадался говорил что сегодня вернется джули фаркас меня прислала чтобы тебя протрезвить джули а я люблю джули такая милая дама как то раз я работал на водном насосе она подошла положила мне руку на плечо и говорит ты молодчина молодчина так и говорит я аж подавился и ничего не ответил в наши дни комплименты не в чести а почему бы тебе дорогой мой товарищ не бросить пить бросить пить да я уже месяц пью слушай я уже пытался остановиться но с похмелья каждый раз думаю что просто помру сейчас я не могу бросить никогда не поздно остановиться слушай откуда у тебя столько денег на выпивку диксон мне толкает выпивку по дешевке эффект на все сто только на вкус как растворитель ну и я чувствую что помру если хоть на день брошу пить клянусь этот парень смерти моей хочет но что ж делать другое пойло меня вообще не лечит так до свидания так ты мне такие грустные глазки не строй меня жалостью не пройбешь так давайте мы сходим и вроде бы нам нужно будет разобраться с в общем то с барыгой да разобраться с торговцев химикатами и спиртным так ну что ж потопали тогда дайте пройти пожалуйста люди у нас даже есть запрещенные товары только у мика и ральпа не ну вы видели будет такие вульгарные таких вульгарных нарядах что за разврат город греха и порока предать бы это место огню так а может быть нам стоит тогда переговорить с другим в общем то пострадавшим а только потом уже переговорить с барыгой вот он вроде бы вот здесь вот да 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 тут пустые ингаляторы от винта ничего не весят но и тоже ничего не стоит у тебя есть химия приятель мне бы под закинуться ты паршиво выглядишь джейкоб может быть тебе стоит завязывать с химией зачем я отлично себя чувствую не волнуйся мой парень скоро подойдет просто подожди а кто тебя снабжает если бы я мог наскрести пару крышек я бы купил сырье и сам сварил но у меня чертовски трясутся руки парень по имени диксон что-то с ним не чисто но я не могу остановиться в последний раз когда я завязал у меня было такое чувство что меня вывернет наизнанку сейчас я уже покупаю это дерьмо просто чтоб кишки не вывливать так что у тебя не найдется пара крышек нет чувак увидимся так что то я с ним переговорил а толку никакого да давайте еще раз есть для меня химия так химии нету подзатыльник есть увидимся так ну что ж диксон да а он походу снабжает и спиртным и наркотиками этих ребят бах 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 нужно поправиться а у меня есть все что тебе нужно и что же ты продаешь взгляни малыш так квинт неинтересно неинтересно а вот где таксин да это вещь бафаут тоже можно взять а все остальное пожалуй нет с тобой приятно вести дела спасибо а ты знаешь что нибудь о билле и джейкобе ну да эти парни крепко сидят на моем товаре им всегда мало убой на прикольное зрелище ты пытаешься свести своих клиентов в могилу эти дураки из нкр люблю смотреть как скваттеры дрыгаются понаехали тут до них все клево было а теперь полная задница нам не нужны здесь придурки из нкр которые в каждой бочке затычка слушай я просто хочу чтобы ты перестал снабжать билла и джейкоба по хорошему уж прошу да серьезно ну ты прямо святоша знаешь что может я на это и пойду если мне будет какая-то выгода а твоя жизнь не выгода я же могу тебя прямо здесь грохнуть так нкр поставляет тебе химию по дешевке чтобы не дай бог фрисайт не встал на ноги да эй ты что и не думай даже где то такое ляпнуть ладно я тебя понял я больше ничего этим двоим не продам нет проблем ну все до свидания до встречи так я понимаю да мы в общем то переговорили с барыгой и теперь нужно переговорить с этими двумя в общем то бедолагами и сообщить им что диксон ничего не будет продавать обломитесь твой пушер тебе больше ничего не продаст теперь ты можешь завязывать ну и можешь мне сказать спасибо я хочу помочь тебе вылечиться джейкоб ладно если ты и правда хочешь помочь достань мне детоксин чтобы так не ломало мне понадобится по меньшей мере 10 доз чтобы пережить эту неделю потом меня уже последователи вытянуть да пошел ты блин нифига себе 10 доз детоксина так а тут можно наука его да и красноречие а не смотрите наука тут надо будет детоксин психа бафаут на один раз да дать ему а красноречие вроде бы нужно будет просто ему сказать давайте выберем этот вариант джейкоб соберись с дружеской поддержкой ты можешь справиться со всем этим пожалуй так и есть бывало ведь и хуже я отправлюсь форт может последователи присмотрят за мной пока я не поправлюсь так отлично с этим с этим парнем мы разобрались так теперь осталось разобраться с тем что был алкозависимый так а мне кстати уровень то блин ну и немножко еще еще немножко 350 или сколько там сколько там опыта еще осталось до следующего уровня в принципе это немножко да еще с тем переговорить потом блин давайте сразу же зайдем чтобы не слушать этих всех зазывал которые тут рекламируют вот эти вот все злачные места в сайт или как фрисайдом и стать так я вообще-то я вообще-то собирался помочь вот эту вот алкозависимому а чуть было не зашел в в барчик да ладно тебе я тут умираю билл джуди и остальные твои друзья по тебе скучают им нужна твоя помощь о джули как же я все испортил я пойду в форт и отдохну это все слишком далеко зашло фрисайд свой человек сообщество приняло вас оценив ваше стремление помочь так все нужно будет возвращаться к джуди или как там джули джули да джули фаркас а я ее по моему джуди называл или джули да и неважно в общем-то я думаю она не обиделся так благо что вот тут вот все прям вот в одном месте находится не нужно далеко ходить здесь запрещенные товары только у мика и ральпа так давайте мы сейчас быстренько заскочим отчитаемся перед джули фаркас за этих ребят которых мы сумели вытащить их из цепких лап в общем-то синий и наркоманской смерти а вот она это с которой с ирокезом что-нибудь нужно мне удалось разобраться с той проблемой с наркоманами и алкоголиками я их видела спасибо огромное за помощь это очень многое значит для последователей апокалипсиса мы тебе очень благодарны если тебе потребуется лекарство приходи теперь когда с нами работает джекоб у нас найдется лишний стимулятор или детоксин раз в день о 500 а так у меня уровень все отлично кажется мне удалось найти вам поставщика феноменально и кто же это близнецы гарот они накачивают фрисайд наркоту и выпивкой как по мнению те же пушеры просто лучше организованные если мы переберем их дистилляторы у них станет больше химии выпивки чем это поможет фрисайду вы получите лекарства и сможете помочь тем кто страдает от зависимости верно мы поможем зависимым но круговорот наркозависимость реабилитация рецидив останется прежним у вас тогда появятся излишки и вы сможете использовать ваши крышки и влияние чтобы расшириться это верно нам даже не придется платить им за лекарства просто часть наших продуктов уйдет на этанол мы получаем еду от фермеров из пустошей в обмен на медицинские услуги а таким образом мы можем вкладывать крышки в помощь фрисайду скажи гаретом что мы будем обслуживать их дистилляторы в обмен на лекарства спасибо за устройство этой сделки ты просто подарок судьбы и я чё-то нифига не понял как все это будет работать ну да ладно лечение можешь мне чем проблема проблемы с химией а у меня есть зависимость что ли ну давайте выберем вариант проблемы с химией у тебя нет признаков физически я знал это увы с психологической зависимостью я ничего не могу поделать так тогда у меня есть пару ран которых нужно было бы золотать ладно какое лечение тебе нужно у меня тут пара ран на которые нужно взглянуть какой-то супер мутант использовал тебя вместо боксерской груши мне потребуется больше бинтов блин а еще платить за это не спасибо не надо что-то еще а ты вообще-то говорила что можешь мне помочь лекарствами конечно тебе нужен стимулятор детоксин или антирадин детоксин конечно придется подождать еще 24 часа пока будет готова новая партия то что есть нужно нам самим так зато вот один она отдала ну все до свидания спасибо так последователи апокалипсиса свой человек опять же сообщество приняло вас оценив ваше стремление помочь ну и у нас 14 уровень так сказать блин я вот сижу уже столько времени пользуюсь энергооружием и у меня до сих пор 33 я вообще сюда ничего не не вкачивал ну почти ничего не вкачивал блин мне все надо ну взлом да так можно журналом 10 еще накачать и плюс там вот в общем то химии можно еще наверно 5 будет добавить через восприятие 5 к взлому если ментатик схавать ну где то так давайте мы вот 5 во взлом вкачаем давайте мы еще вот до 70 повысим красноречие ну и ремонт наверное да давайте вот ремонт выберем так что же вот легкий шаг хорошая вещь а может быть ее сразу же взять блин ну это же эта вещь действительно очень хорошая можно будет уже тогда не смотреть себе под ноги на мины не сможешь наступить вернее как бы наступить то можно просто в общем то она не сработает не буду попадаться во все эти ловушки которые блин часто очень не видишь или снайпер вот робототехник тоже было бы неплохо на 25 урона любому любому роботу железной штуковине какую-нибудь вот анархист нужно будет да полезная вещь но это в конце игры когда это нужно будет воевать за дамбу там в общем то какую сторону не выбери там по любому либо будешь против легиона либо против нкр а тут 2 к порогу урона и 5 процентов криту получаешь ну это потом это это все потом конечно вот это вот тоже хорошая вещь то есть книга будет давать по моему не 2 не плюс 2 а плюс 3 ладно давайте мы все таки же выберем легкий шаг и забудем что такое мины ловушки и прочее и прочее ну и в общем то этот квест мы тоже выполнили да это можно кстати по объединять а сколько там нужно было для починки я уже не помню давайте все таки же да вот сходим к бомбистам наверно или нет блин а какой квестик такой вот простой остался вроде бы я все все простое выполнил уже а может быть сходить в джейкобстаун хорошо давайте мы сходим тогда в джейкобстаун пройдемся через шахту руби хилл постреляем носорог носорог толсторогов постреляем да 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 допрыгался ты парень ну и может быть его там вот выполним какой-нибудь квестик простой блин ты че ты че чувак я его не заметил он прям неожиданно появился у меня перед перед мордой это это каким же образом блин вы че ребятки вы ж такие блин многотонные машины для убийства как вы можете вообще так не слышно подбираться блин эти толстороги у них прокачано это маскировка до сотого уровня что ли этаж капец просто так ну это ну да этому прям чердак прекрасно этому задницу блин задница у него конечно же блин прокачано такую задницу не не с первого выстрела пробьешь так ну и вроде бы да вот на противоположной стороне вроде бы здесь тоже должны быть толстороги давайте мы их в общем то подчистим ну и далее двинем джейкобс да он посиди спокойно не нужно так нервничать дядя а ну стой покатился так и того что мы имеем так ну у меня вот почти пятнадцать тысяч опыта мне еще нужно полторы полторы тысячи опыта так так давайте в общем то отправимся в джейкобстаун мы вроде бы там еще не были или были я вот честно говоря не помню уже блин свечи рела темно и страшно так хорошо давайте мы зайдем внутрь и кстати вообще то можно еще человек одного было достаточно блин он офигеть какой дружелюбный так нет фонарик я хотел как раз включить так это гуль это не человек мне говорили что в городе появились новички но я думал это супер мутанты приятно познакомиться я беда что ты здесь делаешь беда в основном я помогаю доктору генри в исследованиях мы пытаемся излечить я также неплохо владею инструментами а время от времени спускаюсь в долину чтобы обменять шкуры мясо толсторогов на припасы то есть она что-то продает и чинит еще а сюда заходит кто-то еще кроме супер мутантов в основном старатели которые ищут поживы но они сбегают едва завидев мутантов еще временами появляются великие ханы но они близко не суются думаю они просто за нами приглядывают а у тебя вообще-то необычное имя беда спасибо я меня имена и работу каждые 10 лет чтобы было не скучно на сей раз выбрала беду мне понравилось как это звучит до сих пор я наукой никогда особо не занималась доктор генри говорит у меня неплохо получается так а ну-ка давай покажи что есть на продаже она так без оружия нет взрыв давайте возьмем все равно эти журнальчики дешевые вот водичку детоксин докторский саквояж все это можно в общем-то все это можно брать вот я бы честно говоря вот парочку супер стимуляторов так а что мы можем ей продать наверняка же мы что-то можем что-то у нас тут завалялось ну металлолом я думал отдать джеку все-таки шон собирая ну потому что он почти ничего не стоит 08 тут 2 тут по моему даже 20 крышек не наберется не наберется из 20 килограмм нет прошу прощения десяти с половиной да у меня же весь вес делится надвое да вроде бы все что тут еще можно продать да еще один довольный клиент очень недовольный вид пока так отлично а вот он доктор прогнулся под нкр некоторые ради своей шкуры на все готовы полагаю это что-то важное ты отрываешь меня от исследований я вообще-то познакомиться хотел над чем ты работаешь тени страдают психическими расстройствами из-за привыкания к полю стелс боев я пытаюсь найти лекарство сейчас я исследую местную популяцию ночных охотников у них кажется развелось естественное стелс поле также я заполучил рабочий прототип стелс боя марк 2 но это более рискованный эксперимент я предпочел бы его отложить на потом а в чем собственно говоря риск использования стелс боя марк 2 стелс поле было модифицировано чтобы потреблять меньше энергии и держаться дольше но почему-то оно оказывает выраженное негативное воздействие на пользователя однако с помощью этого долгосрочного воздействия я смогу точно отследить на каких участках мозга оно проявляется к несчастью опыты придется ставить на живом объекте и маркус предложил мне сперва заняться мутацией ночных охотников использование стелс боя как то вредит людям возможно но у меня нет данных об их негативном воздействии на гомо сапиенс их отрицательное влияние на теней куда более выражено почему ты помогаешь теням потому что меня об этом попросил маркус и потому что так у меня есть повод по утрам подниматься с постели я бы хотел успеть сделать еще хоть одно открытие да действительно вот достойный достойный человек мастер мастер своей профессии да вот как можно больше открытий успеть сделать за короткую жизнь это достойно похвалы я вообще-то хочу тебе помочь что мне нужно для этого будет сделать я не уверен что мутация ночных охотников имеет естественную природу мне нужно чтобы кто-нибудь обследовал их логово в поисках доказательств я поручал это супер мутантам но все они вернулись ни с чем может свежему человеку повезет больше возможно ли ли захочет пойти с тобой ночные охотники перебили ее толсторогов и ей будет приятно им отомсти а почему ты думаешь что мутация ночных охотников не естественная я делал сравнительную биохимию мозга тени и убитого нами ночного охотника у обоих наблюдаются схожие нейрохимические изменения пойми я не утверждаю что ночные охотники сплошь бегают в стелс боях но я не думаю что это случайность я понимаю давай лучше поговорим о чем-нибудь другом да если нужно ты ученый? да специализируюсь на нейрофизиологии приматов и собачьих конечно это лаборатории сравнение не идет с той что была у меня в анклаве ты был в анклаве? да но мы не сошлись с руководством и я ушел решение оказалось верным поскольку вскоре после этого платформа анклава была уничтожена да привет второму фолочу нейрофизиология собачьих? что это такое? впрочем в этой области у меня почти нет работы давай-ка лучше поговорим о чем-нибудь более приземленном да если нужно я вообще-то не ожидал встретить еще одного человека в этих краях я предпочитаю одиночество и патруль супермутантов вокруг палатки охраняющих мой покой ну тогда до свидания да да так прекрасно в общем то мы взяли квестик догадайся кого я видел давайте мы его и выполним нам нужно будет найти источник в общем то стелс мутации ночных охотников опасные твари я вам скажу ребятки очень неприятные но между прочим нам стоит заручиться по крайней мере попробовать Лили с помощью Лили вот это вот супер мутанта джимми малыш джимми ох как же ты вырос почаще навещай свою бабушку а кто такой джимми джимми ну ты такой глупенький иди сюда и поцелуй бабулю я не буду этого делать вы издеваетесь что ли кажется ты спутала меня с кем-то другим я ну конечно лапуля какая я глупая опять не выпила сегодня таблетки чем могу тебе помочь а что ты делаешь в джейкобстауне действительно глупый вопрос для джейкобстауна вообще то это город супер мутантов и они здесь живут и обитают наблюдаю за толсторогами они обычно тихие и не злобные но иногда начинают беситься прямо как мои внучата мне поручили изучая изучение мутации ночных охотников не хочешь пойти со мной ох эти ночные охотники вечно убивают моих толсторогов вот сказать бы им все что я о них думаю лили дала вам способность стелс герл так отлично пошли пошли так прекрасно теперь нам нужно куда-то туда да так ну что ж давайте мы тогда вот выполним этот квестик 90 жратвы нужно будет в общем то исправить ну вот это вот это вот можно покушать пюрешку так ну и попить нужно будет где у меня тут была грязная вода а так а что у меня кстати можно анти антиродин один скушать вообще антиродин можно это для профилактики кушать у меня проблема нужна твоя помощь город одно время донимали наемники из нкр и вот теперь они вернулись чем же они досаждали городу они убивают наших толсторогов стреляют по домам и все такое трудно уговорить народ не давать им отпор а эти наемники точно работают на нкр точно не могу сказать на нкр или нет но кем бы они ни были они хотят либо прогнать нас либо убить ну почему бы вам тогда их не перебить в общем то защиту личности никто не отменял мы не хотим воевать тогда у нкр будет повод прийти и всех нас перебить а от меня то ты чего хочешь ты человек они тебя могут послушать возможно я не прошу тебя их убивать просто уговори их уйти да заплати им если придется ну посмотрим что я смогу сделать спасибо да рано благодаришь так уговорить да он сказал давайте мы тогда оденем так форму генерала армии кстати сколько у меня там красноречия набралось уже под восемьдесят да даже больше восьмидесяти ну так уже можно в общем то да особо не париться так секундочку только давайте я вот выберу квест под названием не дружеский разговор ну да я в принципе так и понял что вот этот вот центральный персонаж хоть бы мутики оттелились наконец достало уже тут сидеть это кто такие у нас дела к уродам а не к тебе уходите иначе вам придется иметь дело со мной а это будет куда хуже супер мутантов я всегда знаю когда лезть в драку а когда лучше отступить сейчас лучше пойти на попятный мы уходим больше ты нас тут не увидишь отлично замечательный квест тут нужно было пройти пару метров в общем то ну и еще на обратном пути пройти тоже пару метров и все и квест закончен о чем ты думаешь у вас больше не будет проблем с наемниками хорошо я рад что мы их не убили позволив им уйти мы доказали что мы не кровожадные мутанты если МКР или еще кто-нибудь ищет повода чтобы напасть на Джейкобстаун мы им его не дадим 250 опыта вот прям как с куста свалилось прекрасно слушай расскажи мне про кино умный обаятельный довольно злобный не любит людей драться с ними любит больше чем говорить но у него большое влияние на теней он говорит они слушают я надеялся он привлечет в Джейкобстаун других теней Кин не такой чокнутый как другие но я знаю что он тоже хочет уйти он агрессивен нетерпелив не может усидеть на месте а почему Кин хочет уйти я дал ему слово и не смог его сдержать все тени страдают от шизофрении это из-за стелсбоев которыми они пользуются или пользовались теням очень тяжело когда их видно они этого терпеть не могут кое-кто уже ушел искать новые стелсбои ужасная ситуация они либо живут здесь и страдают либо находят стелсбои и теряют разум не богатый выбор да действительно а что будет если Кин уйдет если так то скорее всего другие тени уйдут за ним тогда их будет сложнее вылечить еще хуже если Кин с тенями начнут рыскать помахавы в поисках стелсбоев и убивать людей большинство людей не способны различать мутантов что если они придут сюда чтобы отомстить ну скорее всего так и будет слушай ты же тоже мутант разве тени не станут слушать тебя это все равно что сказать что Цезарь и Кимбал должны слушать друг друга тени вообще мало кому доверяют включая других мутантов ну это понятно вместо predator У меня вообще-то есть задание. Так, а мы продолжим задание. Догадайся, кого я видел. Так, только вот мне нужно боевую броню нацепить. Да, блин, эти ночные охотники злобные твари, я вам скажу, ребята. И могут, конечно же, нас прям так нехило делать. Но, как бы, ну не знаю, постараюсь по крайней мере не умереть. Честно говоря, вот до этого момента я играл, вроде бы ни одной смерти не было, да? Вроде бы ни разу не погибал. Ну и как бы, ну а здесь, да, здесь очень хороший шанс склеить ласты, сыграть. сыграть на арфе, да? Так, ну тем не менее, постараемся. Вот прям вот постараемся. Кстати, у нас мультиплазменная винтовка немножечко тоже вот уже будет подклинивать, скорее всего. Потому что она, в общем-то, выходит из строя, немножко поломалась. хотя, в общем-то, если не ниже 75%, то вроде бы наносит... А как посмотреть состояние? Ну, эту полоску, да, состояние ССТ я вижу. А именно в цифрах. Есть там 75% или нету. Так, ладно, неважно. 556 патронов. Давайте возьмем, да? Так, все. В общем-то... Сейчас нужно будет аккуратно. Вот он. Вот там вот что-то ходит. Вот он. Да я так не попаду в него. Нифига себе ты. Ты не... Немало это... Повреждения наносишь. Однако. Так, нет. Какой антир-1? Блин, вы че, ребят? А тут... Шутить вздумали? Вот бейте лилию решили. Так, есть. Офигеть. И давайте еще один... Вообще-то, может быть, лучше этот... Мид-Х скушать. Хотя... Почему скушать? Он же... Он же вкалывается. Так, давайте мы здесь возьмем... Тут тупик. Давайте мы тогда пройдемся немножко вперед. И далее возьмем налево. Так, ну простой, простые замки я щелкаю, как орешки. Блин. Кто разбросал тут эти банки? Так, а я, получается, отсюда пришел, да? Так, давайте мы возьмем налево. Блин, давайте я вот на всякий случай еще стимулятор вкалю себе. Пусть лучшие жизни будут, как бы, почти полными. Эти гады, блин, носят стелс-бои. Как их ночные охотники. Так, давайте мы еще левее возьмем. Так, нам нужно будет пройти через воду. На мой взгляд, это самый безопасный путь. Да, вот вода. Значит, я все-таки иду правильно. Здорово! Стрельни еще раз, пожалуйста. Плохие люди все ушли. Так, я, по-моему, хотел... Мидикс, да? Где он? Да, давайте вколем себе один Мидикс. В общем-то, плюс 25 к урону. Хотя, наверное, будет правильнее говорить минус 25 от вражеского урона. Блин! Ха! Они вдвоем на меня бросились. Блин, что-то было. А его что, типа, оглушили? Так, все живы? Так, а ты... А у тебя полное хп. Ты вообще, блин, неубиваемый персонаж. Так, они, видимо, здесь, в общем-то, хранили всю еду, которую отлавливали на пустошах. Очень смешно, да? Зачем меня бросаешься, блин, черепами? Так, бэйби... 6196. Так, жеваный стелсбой. А, ну, все понятно. Так, нет, ну... Мы, конечно же, вернемся тем же путем, которым пришли сюда. Зря, да, я, наверное, зря все-таки шмидыкс вколол. Надо было его раньше вкалывать. Я, получается, убил двух ночных охотников и... И, в общем-то, все, да? Нужно было пораньше его. Хотя, да, какая разница? Самое главное, что как бы в живых-то остался. Вот и хорошо. Так, здесь вроде бы направо, да? Вот сюда вот. Или нет? Так, ну, я здесь проходил, да, вот здесь трупы. А, да, да. Что-то я не посмотрел на маркер. Так, хорошо. Давайте мы, в общем-то, быстрым перемещением вернемся в Джейкобс-Таун, чтобы не обходить все это дело. Так, ну, в общем-то, да, сдадим квест и будем, в общем-то, эту серию заканчивать. Наверное, уже без записи, да, я схожу. Может быть, оставлю в рюкзаке все лишние вещи. Нужно будет починить, в общем-то, пушку. Для этого нужно будет пойти к Эдику. Он же бесплатно чинит. Чтобы он починил. Так, это ты, да? Я могу чем-нибудь еще тебе помочь. В логове ночных охотников я нашел обглоданный стелсбой. Хм, заряд еще остался. Но обшивка треснула. Странно, что воздействие стелс-радиации могло вызвать мутацию так быстро. Зато теперь понятно, почему мои исследования этой группы ночных охотников не позволили создать лекарства для теней. У меня остался лишь один выход. Нужно проверить образец Марк 2 на Лили. Другого пути нет. А почему странно? Может быть, ты обладаешь какой-то статистикой по этому, в общем-то, эксперименту. Почему странно? Вроде бы я первый раз с таким сталкиваюсь. Я не слышал о таких случаях. Почему Лили, а не кто-то еще? Лили, конечно, эксцентрична. Но мне она никогда не казалась опасной. Кроме того, она сама предложила мне помощь. Я сказал ей, что это рискованно, но она настаивала. А почему это рискованный эксперимент? Есть риск необратимых повреждений мозга. Ведь стелсбой Марк 2 не просто так не пошел в производство. У Лили уже наблюдается психическое заболевание. И ей почти наверняка станет хуже. Я переговорю с Лили. Я подожду. Так, в общем-то, нам нужно будет переговорить с Лили об участии в эксперименте этого доктора. Но все это, в общем-то, будет в других сериях. А пока что ставим лайки, подписываемся на канал. В общем-то, даем свои советы. Может быть, я чего-нибудь интересного пропустил. В общем-то, в любом случае, мне будет интересно почитать ваши комментарии. Ну, а за всем прощаюсь. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok